Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бавсуновский. Ребят, вы знаете, я так люблю, когда ребята выполняют домашние задания. Вот кто выполняет домашние задания, у тех получается. И я смотрю, что в школе есть же уроки и по 1,7, и уже по джанго-2, я вижу, что Сергей Ступницкий, вот допустим, сейчас он прислал домашнее задание, он разобрался, он домашнее задание по 1,7, а он сделал в стиле джанго-2. Вы знаете, вот я наблюдаю, это очень удачное домашнее задание, я наблюдаю за людьми несколько лет, когда человек сразу пытается писать сайты, не понимая, как работает джанго, почему-то не получается, и тогда трудно дать советы. Поэтому, когда я строил школу, я разбивал на определенные этапы. Допустим, у этого домашнего задания была простая цель. Три цели было. Первое, это понять, как в связке работают все компоненты, то есть модели, админка, URL и представления. Для этого не надо там строить целый сайт, для этого надо просто понять. И человек, когда присылает домашнее задание, то есть смысл домашнего задания был следующий. Создать страницы без баз, с базами данных, произвольные. То есть вот он этого, первая, вторая, третья, четвертая, я уверен, что делаю домашнее за 2-3 часа. Меня зовут Сергей, мне 21 год. Ну то есть страница с базой данных. Да, страница с базой данных. То есть, по сути дела, когда человек выполнил домашнее задание, понятно, что человек понял работу. Далее я уже, когда посмотрел по URL, я знаю, что в Django 2 изменилась функция URL на патч. Но смотрю, что Сергей очень интересно сделал. Он сделал, и вижу, есть include сделал, то есть переопределил, импортировал URL функцию и в стиле патч в новом. Классно. Далее всегда ж можно подсказать. Потом пишет... Ну, во-первых, я всегда благодарю. Почему? Потому что когда у человека получается, мне действительно очень радостно. Потом пишет, что столкнулся с новой проблемой. Здесь всегда можно дать совет. Ребята, это я говорю, сейчас видео пишу, скорее всего, не для новичков, хотя новички, которые смотрят, они тоже будут понимать, что они научатся. А для участников школы. Это очень важный момент. Вот смотрите. Есть определенный этап в Django, который можно проскочить. Вот я здесь пишу, стоп, стоп. Вы, может, не видите, я все равно проговариваю. Значит, сразу скажу, что Сергей справился с домашним заданием с контекстными процессорами. Прежде чем изучать контекстные процессоры, есть контекст. И я хочу вам рассказать определенный алгоритм, если что-то не получается. Значит, сначала закончу с классом контекст. По сути дела, контекст – это вывод. Смысл такой, что Django выводит все записи, как словари. Они быстро работают, но на этом все, не все. На этом много людей как бы проскакивают. И я рекомендую сделать следующее. Зайти в старую школу. Никто вас не говорит там, если вы не хотите изучать старые версии Django. Но смысл такой. Зайдите в старую школу, этот сайт вы все равно получаете. И здесь есть подробный курс Django Framework. И просто раздел 5. Языки шаблонов. Просмотрите. Просмотрите, чтобы понять смысл. И все это проделайте с двойкой. Но именно контекст. Какие вопросы отпадут потом. То есть, контекст – это вывод шаблона. Но когда вы начнете рыться и работать с ним, вот как, в принципе, тот же смысл. Та же документация, только версия Django другая. То есть, по сути дела, с 1.6 до 2 ничего не изменилось. Да, в контекстных процессорах стало проще, изменилось. Но принцип, я говорю. У вас уберутся вопросы. Во-первых, есть такой парень в школе, он занятой. Но когда, помню, пришел Михаил Попов, он сделал аж 12 выводов контекста. То есть, когда вы разберетесь с классом контекст, с классом, который выводит, вы поймете, как он связан с URL, как он связан с шаблонами, встанет на место, как работает вообще с базой. По сути дела, это очень важное связующее звено. И говорю, этот класс проскакивает. А я еще в начале тогда не зря давал. Так вот, то же самое проделываем с Django 2 или Django 1.11. Смысл один и тот же. И вот этот класс контекст, вот как я объяснил, много ставит на места. Теперь, надо на этом этапе, вот когда мы уже начинаем писать представления, научиться заходить в доки. Вот он алгоритм, который я рекомендую. Ну, допустим, мы искали вообще по контекстным процессорам. То есть, берем контекстные процессоры, вводим, да, сайт Django. Ну вот не знаю, что делать. Вот алгоритм, как надо поступать. Заходим на сайт Django. Нажимаем документация. И далее... Что-то интернет тормозит. Далее вводим контекстные процессоры. Или уже, если остановились, контекст. Вот у нас есть... Мы видим по-разным, да? Но возьмем контекст. Сейчас мы уже говорили о нем. Мы видим миксины для классов, темплейт. Вот это нам очень важно. Откроем. Django 1.11. Открылась к 2 нормально. И вот мы сразу видим много вещей, да? По сути дела, мы легко находим, допустим, контекст. Я все это в уроках рассказывал. Ну, просто, ну, говорю, нечто нажимаем. Первое, что всегда надо сделать, проделать пример с документацией. Как правило, пример опирается на определенную некую модель. Всегда модель, она указывается в документации. Далее, справа мы видим все, что надо. Recuse, темплейт, контекст. Сейчас мы до этого дойдем. Но самое важное, что вот, рендрейтинг ан контекст, да? То есть, теперь вторым шагом после документации мы можем уже набрать эксемпли, контекст. И уже найти кучу примеров. То есть, в первую очередь, зачастую новичку документацию вообще сложно понять. Это надо с ней кота съесть или собаку там. И вот мы легко уже находим кучу примеров, которые нам дают. Это нам, например, дала документация. Это еще не все. Следующий момент, который где-то я тут ему рассказывал. Просто ссылку на сайт взять. Следующий момент. Ну, ага, вот он. Это в группе спрашивать можно все у нас. То есть, заходим сюда, да, сайт, где конкретно столько слов. И сюда вводим контекст. Так, давайте вручную. И мы находим кучу примеров. Мы можем добавить джанго. И опять же, сразу найдены примеры. И в конце концов, в данном случае, я не знаю, что использовал. Я именно так делаю, но в конце концов, у Сергея не получалось в новых версиях контекст-процессор. Материал был мной легко найден, допустим, на этой странице, джанго 1.11, конкретно вот к версии 1.11. Она будет работать и в версии 2 джанго. И тут все оказалось намного проще. То есть, по сути дела, все это можно сделать вообще просто. Ну, понятно, что если за монитором совсем новичок, то для вас еще надо пройти много шагов. Я говорю с позиции того, что Сергей в данном случае уже конкретно дошел до домашнего задания. То есть, он его сделал. И в любом случае, у меня все получилось. Спасибо. Вот это самые приятные слова, когда человек, в принципе, сделал домашнее задание. А контекстные процессоры-то нужны? Зачем они вообще нужны? Вот, допустим, у нас сайт большой и маленький, но мы хотим, чтобы элемент фотографии отображался, допустим, на каждой странице. Ведь если мы напишем просто представление, то оно будет отображаться только на той странице, которая указана в представлении, да, файл. А когда мы хотим, чтобы, допустим, вот эта фотография пользователя отображалась на любой странице сайта, вот это и служат контекстные процессоры, то есть, которые работают на всем сайте. Но в Жанга 1.11 там все упростили, там все можно делать через шаблоны. Я вообще видео писал по-другому. Так вот, ребят, хочу вот на этом домашнем задании, да, когда вы делаете, сейчас я туда, наверное, поставлю это видео, значит, когда мы делаем с базами, без баз, то есть, по сути дела, до человека, который пишет, доходит, ну, приходит понимание, как работает Жанга. Я еще раз повторю, могут вообще новички смотреть, для них пока это рано, но смысл, как работает совместно, значит, модель, админка, URL и представление. То есть, вот это важно уложить, много не нагромождая, а важно уложить в голове вот на данном этапе. Почему? Потому что, как только это уложилось в голове, становится, да, вот с этого начинается программирование на Жанга по-настоящему, то есть, уложилось в голове, как работает фреймворк Жанга вообще. Дальше можно наращивать, дальше будет усложняться, но смысл останется тем же, в любом случае. То есть, модели будут сложные, но они будут писаться, связываться там с представлениями, с URL, потому что человек понял, допустим, если он вбил в URL функцию, то она будет работать, если он написал правильно. И эти все вещи понимаются на этом этапе. Так вот, ребята, я вас попрошу, на данном этапе контекст, вот то, что я порекомендовал, не прошкакивайте. Мне просто не хотелось переписывать, когда я писал в Жанга 1.7, вот сейчас в Жанга 2 с контекстом мы в Джупитер проработаем, да, но опять же полный, 1.6 посмотреть, но сделать на двойку. Но контекст нельзя проскочить ни в коем случае, ни в коем случае. Начать с контекстом, там зацепить и контекстные процессы, и реквест-контекст, много чего. Вопрос в том, что в этот момент надо вникнуть, потому что это вывод, это работа с шаблонами, это связь с представлением, с URL, это надо просто, вот как я показывал в уроках, проделать. Проделать по документации, проделать не только в функции одноразово, а поработать именно с командной строкой. То есть, понять изнутри, как работает контекст. И это будет раз и навсегда, вот сколько вы будете использовать Жанга. У вас всегда будет контекст автоматом мыслить. Если же сейчас это упустить, конечно, земля там не сдвинется, но вопрос. Каждый раз вы будете при выводе задавать вопрос, терять время на поиске, а как? Не надо этого делать. Это просто упущено на определенном этапе. Вот сейчас надо с контекстом, с выводом разобраться. И главное держать в голове, а как это связано, а как это связано с URL, а как с представлением, а как с шаблоном. То есть, проработать. Ничего страшного там нету, там все банально просто. Просто надо вникнуть. Конечно, и в Джонг 2 я сказал, я покажу, но сейчас достаточно материала. Вот, в принципе, я и писал это видео, да? Ну, а для совсем новичков, для совсем новичков, значит, сайт spb-tu.ru. Для вас он будет выглядеть немножко по-другому. Вы просто нажимаете получить логин и пароль пожизненный и занимаетесь. Кстати, сейчас уже идут курсы 1.11, Джонг 2, ну и, само собой, Python 3. Только тут все уже немножко по-другому. Поэтому я говорю, что просматривайте в Джонг 1.7 курсы. Вот я вижу, что Сергей просто, почему мне понравилось, то он послушал совет. Он взял, он делает уроки по 1.7, но переводит их сразу на двойку. А это класснейший опыт. Это класснейший опыт, ребята. Ведь это настолько крутой опыт. То есть вы понимаете, что, по сути дела, не так многое изменено, но это очень круто. Потому что курсы по Джонг 2, мы тут, тут уже, может быть, для тех, кто проходит курсы подряд, будет просто. Но здесь мы подключаем сразу гид. Зачем мы гид подключаем? Чтобы не было у новичка страха, что, а его сломается приложение, не так код веду. Всегда будет работающий вариант. Сделал ветку, заработало, слил. То есть все мы это разбираем. Мы подключаем маркдаун, то есть документируем наш проект. Чтобы, во-первых, я показал, как быстро изучить маркдаун язык. Он очень простой. Вечер вам хватит, шпаргалку положили перед носом, вывели на принтер. И все. Ну, 2-3 часа максимум. Но кроме этого, вы начинаете записывать. Я сейчас учу записывать, потому что я смотрел на ребят, и вот эти все упущения писал, писал, писал себе. И сейчас, когда уже начал делать следующий курс, то уже со всеми учетами. То есть функции, особые моменты надо записывать. Третий момент. Мы подключаем Юпитер, Джупитер Ноутбук. Это Iron Python. Зачем мы его подключаем? Для того, чтобы код у нас оставался. То есть Джупитер Ноутбук, это та же командная строка, но в которой есть возможность и комментирования. И это все, вот видите, вывод, вот он остался, да. Вот, допустим, не важно какой сейчас, важно, что он остался. Потому что если работаем мы просто в терминале, в командной строке, то вот как только закрыли по HR, она ушла. А это осталось у вас. То есть вы можете себе куски кода прорабатывать. И, во-первых, я то, что делаю, я оставляю эти документы, вы их скачиваете, прорабатываете. Во-вторых, вы самое важное себе прорабатываете и комментируете. Понимаете? Комментируете, все комментируете. Это идет углубленное изучение. Кроме этого, сейчас еще добавим, ребята, и тестирование сразу. Наверное, через юнит-тесты. Вот сейчас готовлю материал. Почему? Потому что тестирование дает возможность вообще, если само по себе, значит, Джупитер тоже дает возможность заглянуть внутро, то юнит-тест как бы вытянуть снаружи, нутро. То есть, по сути дела, писать тесты чем хорошо? Ну, во-первых, вы будете видеть работу вашего приложения. Во-вторых, чтобы написать тест, по крайней мере, надо знать, чего мы хотим. То есть, мы тестируем там модель или добавление записи. Надо же как-то обозвать все это. Нам придется разбираться глубже, что мы хотим сделать. То, что делает Джанго. Но мы это будем прописывать, что дает еще больше знаний. Подключаем здесь базу MySQL. То есть, ну, много чего. Уже идет действительно курс, как я сказал, делаем из себя программиста. То есть, кроме того, что мы собираем инструменты, которые нам помогают, значит, увидеть код нутро, задокументировать, написать шпаргалки, значит, понять, как это работает. Действительно, делать это без боязни, используя гид, да, делать это правильно. То есть, тогда действительно немножко другой подход, немножко другой уровень. Конечно, при таком уровне человек выйдет, если при обычном уровне, грубо говоря, человек вышел бы на определенный уровень, программирует нам за 4 года, то я думаю, здесь за год. То есть, в раз за 4 увеличится. Ребят, ну, вы знаете, конечно, я не понимал, когда начинал Python, что вот так это все надо собирать. Почему тогда? Тогда вообще глаза большие были, чтобы вообще эта джанга заработала. Это сейчас, когда понимаешь, можешь объяснить, то, конечно, все это просто, и это здорово. Мне очень отрадно, что скорость обучения увеличивается, изучение в разы и понимание глубинное джанга. Это очень круто, это очень круто, ребят. И где-то я немножко завидую новичкам, потому что это вал эмоций, это запуск первой страницы, когда, ух, заработала своими руками. Это классное переживание, это интересно, это безумно, ну, не всегда просто, наверное, но в этом можно разобраться. Потому что школа построена от простого, от простого, еще раз говорю, к сложному. Ну, так вот, закончить хотел чем? Что получить доступ, получаете по жизни доступ и занимаетесь. Ребят, часто, не часто, вообще-то соврал, не часто задают вопрос, сколько надо работать, ну, над кодом, как быстро. Конечно, проще было бы сказать, это индивидуально, это действительно правда. Но я бы порекомендовал такую вещь. Ребят, работайте 4, 5, ну, максимум 6, это максимум. И это не у многих есть в день. У кого есть час, работайте час в день. Главное двигаться. Тут, хотелось бы сказать, важна больше не время работы, а регулярность. То есть выберите раз в день, раз в два дня. Регулярно работайте, это раз. Два дня в неделю кровь с носа выходных. Не надо думать, что ой, упущу. Дайте побродить мыслям, дайте прийти идеям. Если вы занялись программированием, долбите, 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 и всё. Вам некогда подумать. И вы тормозите тогда себя, ребята. Очень важно дать прийти идеям. У вас не обязательно суббота, воскресенье, но два дня, там, смотрите фильмы, всё, что хотите. Но к программированию не-не. Вот тогда, через время, у вас начнут в это время приходить, а там надо было бы так, ага, надо посмотреть то. Но записывайте, не в компьютер бежать смотреть, записывайте. Придёт время работы, сядете, посмотрите. Помните, это очень важный момент. Ну, что хотел рассказать, то рассказал. В принципе, школа работает не один год. Вообще, школу я делал уже с 2013 года. Кто хотел программировать, программируют все. Это не один, не два, это не десять. Это много людей я не считал, но пишут все. По сути дела, дать старт, чтобы человек начал писать, это у школы получается великолепно. А уже дальше человек развивается. Кто-то, бывает, научился программировать. Недавно парень писал. Имя сейчас не вспомню. Потом, вот пробило его, начал уже зарабатывать, программируя табло. Ну, то есть, получил, так получилось, да. Но начал Жанго. Кто-то, люди ищут себя. Важно начать. Для меня вообще, честно сказать, ребят, положа на руку сердце, я не ставил цель, вот, ух, сейчас выращу великого программиста. Это зависит от каждого. У меня цели намного скромнее. Мне важно было так давать материал, чтобы человек не бросил Python. Да, вот он позанимался, там устал, ну, у него свои дела. Но я смотрю, вот, бывают такие люди, да, вот нет, нет в школе, через год раз появляется, ой, говорит, зря вот год пропустил, теперь опять, вот, вот оно, оно работает, ребят, работает. То есть, главное, чтобы человек не бросил программирование. Ну, какие языки его жизнь выведет, это уже дело пятое. Вот это меня радует больше всего. И это, я говорю вот искренне, да, вот то, что вот это, вот эти цели. Ну, а работаем-то мы в школе со многим. Это Python. Python, это значит, можно писать вообще любые, ну, в чем, в чем угодно. Мы работаем немножко с машинным обучением, с Android, мы работаем с Django. По сути дела, вы можете писать все, что угодно. На самом деле, наверное, Django, это самое сложное из всего, вот, что я видел. Даже сравнить с машинным обучением, даже сравнить с любыми, там, кинтерами, пайкатэ, веб всегда немножко сложнее. Поэтому, когда человек осваивает Django, все остальное, ему как-то все намного проще. Но веб, он важен. Ну, в принципе, то, что я хотел рассказать, я рассказал. Но самое главное, помните про контекст. Все, ребята, спасибо за доверие. Спасибо за доверие. Все. Спасибо.